Меня зовут Илья, продакт-менеджер компании «Эпиматика», Дмитрий Балашов, руководитель нашего технического департамента. Сегодня мы вам расскажем про телеком-оборудование для эффективной эксплуатации коммерческой недвижимости в разных аспектах этой широкой темы. Что, наверное, начинаем? Мы пройдемся по решениям для бизнеса. Немножко поговорим про решения для жилой недвижимости. В принципе, само понимание того, что такое коммерческая недвижимость, оно может разниться в зависимости от того, кто как это воспринимает. Но, конечно, многоквартирные дома и решения для частного сектора тоже обойти вниманием нельзя. И отдельно поговорим про решения для отелей, как такая отдельная интересная специфическая сфера. Говоря вообще про IP-телефонию, хочется начать с того, зачем и почему мы предлагаем именно такие решения, которые дают ряд технологических преимуществ клиентам, которых используют. Ну, конечно же, это новые возможности и сервисы, многоканальные линии, множество аккаунтов, отсутствие географической привязанности, что важно для компаний, в которых есть распределенные офисы, будь то в разных городах, в разных странах. Общее снижение эксплуатационной стоимости, при том, опять же, в разных аспектах, даже, например, на электроэнергии, мы на сайте тоже у нас писали подобные кейсы, когда даже, казалось бы, на такой вещи организациям удается эффективно и сильно экономить. Ну, надо сказать еще не только про электроэнергию, но и про возможность управления оборудованием. Ведь современное оборудование, которое мы предлагаем, оно все управляет с веб-интерфейса, имеет инструкции, и вообще все действия делаются в два-три клика. В отличие от традиционных устройств привычной аналоговой телефонии, где просто так, не сертифицированный специалист, настроить что-то вряд ли сможем. Здесь в IP-телефонии это выполняется гораздо дешевле и быстрее, и проще. Ну, да, и, конечно, про высокое качество звука нельзя не отметить. Когда человек пробует поговорить с HD-качеством, понимает разницу, и уже не хочется возвращаться к разговорам на низком качестве, поэтому это тоже немаловажный плюс тех решений, которые мы предлагаем. Здесь, наверное, вдруг для тех, кто о нашей компании не слышал, и, может быть, о телефонии не слышал, пару слов, что такое СИП. Это протокол, расшифровывается эта аббревиатура как Session Initiation Protocol. Это открытый межотраслевой протокол, который могут использовать разные производители, разные вендоры. Он разработан для того, чтобы использоваться в IP-сетях и быть примененным в разном оборудовании. оборудовании, которое управляет устройствами, каким-то головным устройством. И этот протокол позволяет телефонизировать как малые компании, 5 сотрудников или на несколько десятков сотрудников, так и на десятки тысяч оппонентов. Есть оборудование как аппаратное, так и программное, и уровни предприятия, и уровни региона. И этот протокол позволяет на одном языке оборудованию разных классов, разных производителей, разных направлений общаться, понимая друг друга и соединять абонентов. Ну и плюс еще протокол СИП, в отличие от аналоговой и традиционной телефонии, позволяет использовать дополнительные сервисы, которые в аналоговой телефонии неприменимы и не существуют. Небольшой технологический экскурс вначале провели, теперь уже ближе непосредственно к нашей компании. Наверное, для вас не секрет, что мы являемся мультивендорным дистрибьютором, поставляем самые различные оборудования, специализируемся на IP-телефонии, на сетевом оборудовании, на видеонаблюдении, решениях для видеоконференц-связи и так далее. В принципе, на экране есть для вас список. Можно сказать, что в коммерческой недвижимости, так или иначе, в разных кейсах, в разных аспектах, применяется весь комплекс оборудования, который мы поставляем. Так что сегодня поговорим про такие комплексные проекты. И вот как раз на этом слайде перечислены наши замечательные вендоры. Мы со всего мира, из Китая, с Кипра, Швейцарии, из Германии выбираем лучших поставщиков различного оборудования для связи и для бизнеса, для того, чтобы наши комплексные решения удовлетворяли всем потребностям заказчиков. У нас есть такой слоган All Over Sip. Мы пропагандируем идею того, что все наше оборудование работает как раз на одном протоколе, о котором мы говорили чуть выше, и замечательно совместимы друг с другом. Ну и вот уже, наверное, к более интересным, практическим вещам. Как раз начнем с решений для бизнеса. Ну, я думаю, сейчас нам Дмитрий расскажет про некие типовые проекты. Да, тут, говоря о нашей теме, про коммерческую недвижимость. Мы все понимаем, что в этой недвижимости находятся компании малого и среднего бизнеса. Для таких компаний во главе угла стоит бюджет. Зачастую не очень большой, поэтому оборудование должно быть многофункциональным, нести не только одну определенную возможность, но и делать какие-то дополнительные сервисы и предоставлять дополнительные возможности. В этом ключе для малого бизнеса можно отметить, что использование гибридной аппаратной IP-ATS E-Star удобно, потому что эта станция может выполнять роль сетеобразующего устройства DHCP-сервера, которому через коммутатор можно подключить как компьютеры в сети, так и с помощью VUE-коммутатора можно подключить телефонные аппараты. Ну и соответственно, АТС E-Star будет выполнять кроме сетеобразующей роли еще и основную роль, это роль IP-ATS в организации и предоставлять услуги телефонной связи абонентам. Благодаря тому, что станция гибридная, можно будет пользоваться и традиционными линиями связи, если таковые в офисе имеются, и мобильные линии связи использовать для сотрудников, которые перемещаются по городу, и линии IP-телефонии для выгодных звонков по межгороду и в другие страны. Ну, соответственно, такая сеть, она, благодаря тому, что построена на IP, масштабируется. Можно для начала использовать более дешевые аналоговые телефоны, подключать их к IP-ATS E-Star, можно использовать аналоговые видеонаблюдения на первых этапах и со временем, сеть компании развивать, подключать в существующую локальную сеть IP-камеры с поддержкой протокола SIP, подключать более дорогие, более богатые возможности IP-телефоны, ну и, дай бог, просто каждой компании развиваться в сторону систем видеоконференц-связи, разместить в офисе терминал для видеоконференц-связи. И в этом ключе не надо будет полностью переделывать локальную сеть, а она просто органически будет развиваться и поэтапно расширяться без каких-то фундаментальных вложений и изменений топологии. Что касается крупных предприятий, хотелось бы сказать, что это всегда в подавляющем большинстве распределенная сеть филиалов, и каждый филиал имеет разный масштаб, вот сотен абонентов до десятков абонентов, поэтому у каждого филиала всегда своя специфика, свои потребности, и здесь хочется сказать, что многие крупные компании, арендуя коммерческую недвижимость, они выдвигают некие требования к нам, как к поставщику оборудования, куда-то нужны телефоны, скажем так, high-end класса, премиальные модели, где-то нужны телефоны с возможностью перемещаться по офису, с возможностью беспроводного подключения, где-то нужны рядовые телефонные аппараты. То же самое касается и оборудования для видеоконференц-связи. На больших площадях, в крупных филиалах есть специально отведенные конференц-комнаты на несколько десятков участников, где используется соответствующего класса терминал видеоконференции. Где-то это может быть просто хадл-рум, небольшая комната, буквально на 4 посадочных места, где, соответственно, тоже терминал должен быть отвечающий размерам именно этого небольшого помещения. Ну и также вот по остальному оборудованию, будь то видеонаблюдение или сетевое оборудование, для каждого филиала будет своя специфика, и под эту специфику в портфеле компании Абиматика есть соответствующая оборудование. Единственным нюансом, который мы чаще всего встречаем в крупных организациях, это можно назвать централизованное коммуникационное звено. Оно обычно располагается где-то в штамп-квартире или в дата-центре. В этом ключе мы рекомендуем обычно использовать платформу программную. Это платформа 3CX. Она позволяет масштабировать гибкое решение, подключать филиалы. В платформе 3CX используется собственный катакол подключения удаленных филиалов, который хорошо защищен и очень легко организует связь. Мы можем между филиалами видеть статус абонентов. То есть находясь в Москве, я могу на своем телефоне видеть БЛФ, зеленую или красную лампочку, занят или освободен, сотрудник другого удаленного филиала, что очень удобно. Я понимаю, может быть, не его звонить или нет. На этом месте нельзя немножко не прорекламировать 3CX. Скажу, что любой желающий, любая организация, любой заказчик, любой момент буквально прямо сейчас можно скачать коммуникационную платформу 3CX и протестировать весь функционал абсолютно бесплатно и узнать, какие преимущества для бизнеса этого заказчика может дать эта платформа. Так что пробуйте, тестируйте, ищите лучшее решение. Да, в отдельный блок нельзя не выделить решение для колл-центра. Мы, конечно, понимаем, что это может быть и отдельная организация, какой-то аутсорсинговый колл-центр, например, центр приема звонков, обращений, так и некое подразделение внутри какой-то группной организации, которая обслуживает ее, также принимает звонки, но в целом с технической стороны здесь есть много схожего. И здесь мы предлагаем разные группы оборудования. Конечно, колл-центр обычно трудно представить без гарнитур. Мы являемся поставщиком оборудования компании под брендом BT. Как проводные, так и беспроводные гарнитуры, для рядовых операторов, для супервизоров, для контролеров, которые нужно перемещаться. Есть полный ассортимент, что будут троить все потребности. Также в среде оконечного оборудования для пользователей есть специализированные телефоны для колл-центров от компании Funville. На картинке представлена модель X2B. Также есть похожая модель, но с черно-белым экраном, более бюджетная, X2CB. У нее нет трубки. К ним подключаются любые гарнитуры, опять же, из ассортимента, например, компании VT. И, соответственно, оператор может удобно и с комфортом работать, и получать нужную информацию. Плюс модель достаточно компактная, не занимает много места на столе. Мне кажется, самое главное в этой модели, что оператор может подключить к телефону педаль и отвечать на звонки ногой. Совершенно освободив руки и заполняет информацию о клиенте. Решение популярное пока что в Азии. К нам тоже приходит. Действительно, можно ногой принимать и отбивать звонки и освободить обе своих руки. Ну и, кстати, там есть второй разъем для подключения гарнитуры супервизора. То есть, например, начальник может подойти, послушать разговор, что-то подсказать и пойти дальше по следующим операторам. Если требуется в колл-центре телефон с трубкой, например, по САНПИН или по каким-то другим причинам, то, конечно, телефон E-Link также часто используется в колл-центрах. Но в основе сети, платформы для колл-центров мы также рекомендуем 3CX, в которой, в платформе, в которой есть весь необходимый функционал для того, чтобы делать профессиональные, эффективно работающие колл-центры, которые могут с пользой обслуживать бизнес, ну или, соответственно, эффективно работать как аутсорсинговый колл-центр. Если нужны будут подробности, обращайте, наверное, на эту тему для отдельного большого доклада, вообще рассказ про колл-центры, то, как они строятся, обслуживаются. Так что, если будет интересно, можете сейчас в чате задавать вопросы. Если вы смотрите нас на YouTube, тоже пишите, обязательно ответим. Ну и вообще, звоните, пишите, всегда рады пообщаться. Наверное, пойдем дальше. В целом, вот перед вами сейчас изображение современного офиса. Оно, возможно, несколько нагроможденное сейчас на старте, но давайте разбираться шаг за шаг. Если брать коммерческую недвижимость и возможность на этой площади разместить все необходимое оборудование, то есть компания только въезжает и строит локальную сеть, строит телекоммуникационную сеть, то тут очень большое поле для выбора и очень большое поле для фантазии. Ну, по порядку. Обычно на входе в организацию есть дверь. На двери мы предлагаем размещать симптомофон, который будет работать в IP-сети. Секретарь или охранник внутри помещения будет с помощью видеотелефона принимать вызовы с домофона. И прежде чем открыть дверь, он видит, кто стоит около двери и уже примет решение о том, спустить человека или нет. Для сотрудников в симптомофонах предусмотрено несколько возможностей входа. Это может быть либо карточка, которая будет открывать дверь, либо это может быть вход, который набирает сотрудник на цифровой панели, после чего домофон также открывает дверь и впускает сотрудника. В домофонах фанвилла есть несколько базовых возможностей по системе контроля и управления доступом. То есть некоторые базовые варианты отчетности, то есть поскольку кому была дверь открыта. Это, конечно, не полноценная профессиональная система, но для малого и среднего бизнеса вполне есть неплохой набор по аналитике входа-выхода. Что касается сети компаний, в которых будут работать телефоны и домофоны, то сеть строится на оборудовании, на коммутаторах с ПОЕ и обычных коммутаторов. В обычные коммутаторы мы подключаем компьютеры. В ПОЕ коммутаторы подключаются телефоны, домофоны, все устройства, которые могут по стандарту ПОЕ получать питание. Мы в своей корзине продуктов предлагаем коммутаторы компании Вайтек. Для тех сотрудников, которые в офисе перемещаются, которые редко сидят на месте и вынуждены двигаться, для них разворачивается в той же локальной сети микросотовая ДЕКТ-сеть компании Гигасет. Могут быть развешаны базовые станции по площади офиса. Сотрудникам раздаются трубки в зависимости от их должности. Есть трубки предстоительского пасса, есть трубки пылевлагозащищенных, которые могут использоваться охраной, складом. Есть просто базовые варианты ДЕКТ-труб для рядовых сотрудников. Также в офисе на существующей IPCT разворачивается видеонаблюдение. В видеонаблюдение у нас представлено компанией Майлсайт. В камерах Майлсайт отличительной характеристикой, отличительной возможностью является поддержка протокола СИП. Это значит, что с любого устройства с поддержкой протокола СИП, то есть телефон или программа на смартфоне, можно на камеру позвонить и увидеть с нее изображение в любой необходимый момент времени. Это можно сделать как в офисе, так и вне офиса. Благодаря тому, что протокол СИП поддерживается, он позволяет проходить сквозь НАТО, позволяет такие звонки осуществлять, не делать специализированного вопроса портов, вопроса выделения IP-адресола для камер. СИП это все позволяет преодолевать. Конечно же, в офисе могут быть предусмотрены переговорные комнаты разного масштаба, как вы ранее говорили. Для переговорных комнат у компании Ялинк есть различные терминалы для видеоконференции связи, в зависимости от площади данной переговорной комнаты. Ну и, конечно же, в последнее время неотъемлемым правилом хорошего тона считается построение в офисе Wi-Fi сети. В чем несколько Wi-Fi сетей. Одна сеть используется для сотрудников, вторая сеть гостевая. Чтобы Wi-Fi был бесшовным, и покрыт Wi-Fi был весь офис, зачастую одного роутера недостаточно, поэтому мы предлагаем использовать точки доступа компании Vitec. Они есть настенные, потолочные, разного форм-фактора, разного частотного диапазона, в зависимости от потребностей конкретного клиента. И управляет этими точками доступа контроллер Vitec. На следующем слайде мы видим, что контроллер Vitec имеет веб-интерфейс. В веб-интерфейс мы можем загрузить планировку нашей коммерческого недвижимости, нашего помещения. И в соответствии с размерами помещения указать, где находятся наши точки доступа, контроллер примерно рассчитывает площадь покрытия, и вы визуально можете понять, где у вас хорошая зона покрытия, а где появляется узкое место или разрыв беспроводного соединения, где следует добавить, например, точку доступа, чтобы можно было перемещаться без разрыва соединения. Интерфейс дружелюбный, понятный, несколько кликов это все делается. В том числе можно в режиме реального времени с помощью данного контроллера Vitec анализировать работу не только беспроводной сети, но и проводных коммутаторов, как обычных, так и ПУЕ-коммутаторов. Когда мы подключаем коммутаторы в сеть, на контроллере автоматически топология сети обновляется, вы видите в интерфейсе контроллера подключенный коммутатор, далее, когда в коммутатор вы подключаете устройство, компьютер или камеру, или телефон, то активируется порт, и вы также видите в режиме реального времени работу этого порта, все ли работает штатно, или, например, порт не отзывается, и, возможно, изображение с камеры не передается, она каким-то причинам подписла. То есть эту информацию можно увидеть, и также удаленно порт перезапустить, тем самым попытаться реанимировать камеру, ввести ее снова в рабочее состояние. Мы вот в этой схеме, единственное, о чем мы упомянули, это коммуникационное ядро. То есть мы проговорили про абонентские устройства, но что же будет ядром в современном офисе, что будет реализовать функцию телефонии. Естественный вопрос пришел на предыдущем слайд. Ну, мы чуть позже к этому вопросу вернемся. Верите вопрос, спасибо, что его прислали. За чатом мы следим, так что, если что, пишите. В портфеле нашей компании есть продукт Gistar. Это вендор с 2006 года на рынке. Сейчас он входит в топ-10 в мире по производству аппаратных решений. Но кроме аппаратных решений у Gistar есть такой продукт, как Gistar Management Plain. Это платформа для создания виртуальных IP-ATS. Это решение очень удобно для коммерческой недвижимости. Почему? В дата-центре бизнес-центра можно развернуть платформу Gistar Management Plain. И дальше эту платформу, она имеет максимальную емкость до 2000 абонентов, вы можете нарезать на маленькие виртуальные IP-ATS. То есть вы, например, сдаете одно помещение площадью 50 квадратных метров компании на 10 человек, а другое помещение площадью 250 метров вы сдаете компании на 100 человек. Конечно же, у них будут разные требования к АТС. Gistar Management Plain для вот этих вот разных организаций вы можете для одной создать виртуальную АТС на 10 абонентов и, например, 3-4 одновременных вызова. А для другой организации большей емкости вы можете создать АТС на 100 абонентов и, например, 30 одновременных вызовов. И до 100 виртуальных АТС в итоге можно вот на этой платформе Gistar Management Plain нарезать и раздать арендаторам помещение. Централизованно из интерфейса Gistar Management Plain вы можете видеть, как эти виртуальные АТС работают, все ли у них выполняется в штатном режиме. Соответственно, арендатору вы отдаете веб-интерфейс станции, в котором он сам может настраивать абонентов, давать им имена, настраивать переадресацию. То есть АТС находится в управлении у арендатора. Но, тем не менее, вы получаете какие-то сообщения в системе Gistar Management Plain, если со станцией что-то не так. Например, отвалился Сиптран к оператору. Вы зачастую можете увидеть это даже раньше владельца этой АТС и помочь ему сигнализировать эту проблему. В том числе эта платформа Gistar Management Plain удобна для владельца коммерческой недвижимости, потому что не все арендаторы хотят сами станцией управлять. Если это маленькая компания, зачастую у них нет специалиста. Коллеги, я извиняюсь, у меня удален сигнал, проверить звук. Можете, пожалуйста, в чат поставить плюс на всякий случай, если нас слышно нормально. Раз, два, три. Отлично, спасибо, Александр Иван, Андрей. Спасибо большое, продолжаем. Зачастую маленькие компании не имеют штатного специалиста, сетевого или тем более телекоммуникационного инженера, который мог бы управлять инфраструктурой. И они хотят получать готовую услугу. Арендаторы хотят получить на столе телефон, который будет работать, принимать входящие звонки и звонить в город. Поэтому вот эта платформа Gistar Management Plain, она позволяет владельцу коммерческой недвижимости предоставлять виртуальный АТС как услугу. Непосредственно АТС предоставить с нужной емкостью абонента. И плюс самому, силами своего инженера, выполнять настройку под требования арендатора. И за это брать какие-то деньги, брать арендаторов на обслуживание и дополнительно на этом зарабатывать. Это же неплохо. Но тут надо сказать, что так как компании бывают разной емкости, скажем так, средний бизнес зачастую предпочитает и сам управлять своим оборудованием, быть за него ответственным, быть спокойным, что оно находится у него под рукой. Поэтому может возникнуть при аренде коммерческой недвижимости запрос от арендатора, что мы хотим свою АТС разместить и будем свою сеть сами строить и сами ею управлять. В данном случае схема, которую мы видели, она не меняется. Остаются в офисе телефоны, коммутаторы, домофоны. Но тут появляется АТС. И АТС мы можем предложить два варианта. Это может быть либо программный продукт на основе решения WOT3CX. При этом, если в этой недвижимости коммерческой есть физические линии связи, например, мобильная линия или краски аналоговой линии, то подключить эти линии в программную АТС-3CX можно с помощью шлюзов ЕСТАР. Ну, или же, если арендатор хочет иметь аппаратную АТС, тогда мы можем предложить станцию ЕСТАР, которая гибридная, она уже имеет портфель для подключения аналоговых телефонных линий. Тут шлюза не понадобится, мы просто используем одну АТС ЕСТАР, и она является гидром телеконникационной сети вот такого офиса современного. Как мы уже говорили, компании-кровендаторы могут быть разного масштаба, поэтому у производителя ЕСТАР есть АТС разной емкости. Это станция серии С, от 20 абонентов минимальная станция, до 500 абонентов мы можем программную АТС, гибридную, предоставить вот такому арендатору. Ну, обычно больше 500 абонентов уже предпочитают какой-то программный продукт, поэтому мы вот здесь на обратной части до 500 ограничиваем. В 3CX можно хоть несколько тысяч, пожалуйста. Ну, это, наверное, да, действительно, немножко другой случай. При этом, когда арендатор предъявляет требования или желания использовать свою собственную аппаратную АТС, все равно у владельца коммерческой недвижимости остается возможность получить дополнительный доход на обслуживание этих арендаторов. У ЕСТАР есть программный продукт, remote management. Это облачный сервис, который позволяет аппаратные станции ЕСТАР на этом облачном сервисе регистрировать и централизованно видеть состояние станции, видеть, как работают абоненты, в том плане, зарегистрированы абоненты или нет, видеть, есть ли регистрация на IP-телефонном провайдере, и есть возможность удаленно подключиться к интерфейсу АТС, и если что-то арендатору нужно, изменить настройку или помочь решить какую-то проблему, то удаленно из этого облачного сервиса подключиться к аппаратной АТС и изменить настройку. Это позволяет также предложить арендатору купить аппаратную АТС, если он хочет физические линии связи к ней подключить, и взять эту АТС на обслуживание, если у арендатора нет собственного квалифицированного инженера, нет желания самому выполнять настройку и следить за АТС. Тут владельцы коммерческой недвижимости могут опять же заработать. Интерфейс системы простой, в нем видно количество подключенных станций, видны ошибки, если такие возникают, и вы зачастую раньше, чем владелец АТС, можете увидеть, вам придет сигнал, платформа в том числе на почту придет уведомление, что, например, телефонная IP-линия по каким-то причинам потеряна регистрация, надо что-то делать. Вы уже можете начать работать по устранению данной проблемы. Давайте дадим немножко Дмитрию передохнуть, расскажем все-таки про решение для жилой недвижимости. Опять же, я уже говорил, что по-разному воспринимают понятие коммерческой недвижимости. Для застройщиков и жилая недвижимость является, естественно, коммерческой, они ее продают. Но и в типовых случаях, в подобных зданиях, в принципе, могут находиться какие-то апартаменты или даже компании, которые сидят в каких-то мини-офисах. Так что, в принципе, подобная схема может быть типовой не только для жилых домов, но все-таки действительно в первую очередь для жилых домов. Мы уже подобные проекты реализовывали в разных городах России и не только. В подъезде, соответственно, стоит домофон, либо, например, такая модель, защищенная с видеовызовом и с кнопками для того, чтобы иметь возможность набрать номер конкретной квартиры, и, соответственно, хозяин дома уже решит впускать гостя, не впускать. Он может его как увидеть, если у него есть ответное устройство, которое принимает видео, или услышать. Но в пересчете на весь подъезд, например, у нас получается обычно, что где-то 80% жильцов ставят себе просто аудиоответное устройство, 20% хотят себе видеоответное устройство. Но видеодомофоны стоят не настолько дороже, чем аналоги без видео, поэтому даже ради вот этих 20% жильцов, которые хотят видеть, вполне можно его поставить. Это действительно получаются копейки, так что расходы совершенно не страшные. Ну и, соответственно, сами жильцы могут приложить карточку, также пройти, или нажать на одну кнопку, позвонить консьержу, охраннику, который сидит на первом этаже, например, как обычно это происходит. В более элитной недвижимости ситуация немножко другая. Там не предусматривается возможность позвонить непосредственно в квартиру, в апартаменты. То есть вот вы видите на картинке, чуть пробее другой домофон с одной кнопкой вызова. Соответственно, можно только нажать и подключиться к охраннику, консьержу, который уже проверит, например, есть ли у вас в списке гостей, можно ли вас допустить или нет. Позвонить жильцам невозможно. Ну, а сами жильцы могут, конечно, также зайти, например, по карточке. То есть здесь у них проблем не возникает. Также все это коммутируется через ПОИ-коммутаторы, о которых Дмитрий уже говорил выше. В эту же сеть мы интегрируем видеонаблюдение. Например, тот же самый охранник, который сидит в своей коморке, может также позвонить на камеру, получить в режиме реального времени картинку с камеры наблюдения или с домофона. Ну и, соответственно, ответные устройства, как я уже сказал, могут быть разные, как видеотелефоны, просто аудиотрубки, опять же, которые мы предлагаем, депт-трубки, с которыми можно перемещаться по дому, особенно если у вас большие апартаменты или большой пентхаус, это может быть удобно. Или ответные устройства планшетного типа. У нас в компании Funvel они появятся в начале 2020 года. Ну и, конечно, других производителей тоже можно интегрировать вовсю эту сеть. Здесь никаких проблем не возникает. Кстати говоря, буквально вчера мы начали продажу новой модели видеотелефонов Funvel X210i. Это интересная модель тем, что, по сути, видео там одностороннее. То есть у самого телефона нет камеры, но можно в любой момент посмотреть изображение с домофона, с видеонаблюдения. Так что в таких случаях это как раз является удобно и практично без затрат личных средств. Я бы тут хотел добавить, что в новостройках сейчас в подавляющем большинстве, в Москву-Московскому, я могу это точно сказать, до квартиры проводятся локальная сеть. Во всем подъезде она уже организована на этапе застройки и жильцы получают дом с локальной сетью в подъезде. Соответственно, здесь использование СИП-домофона – это органичное применение, потому что аналоговый домофон в данном случае будет побочным звеном. И в случае с таким жильем владельцы часто домашний телефон сразу подключают именно СИП-аппарат, чтобы использовать какие-то линии связи, если им нужны. Да, сейчас операторы связи аналоговую линию редко когда проводят, практически не проводят. Все подключается по имени. Поэтому тут удобно даже тем, что можно домашний телефон использовать как приемное устройство для томофона, не вешать дополнительную трубу, если этого не нужно. Ну а если хотите, то как бы и я, там уже варианты есть, модели с видеотелефоном. Конечно, здесь не поспоришь. Ну и решение для частного сектора, то, что мы называем, ну, понятное дело, что в такой же схеме в каком-то отдельно стоящем здании могут находиться и коммерческие организации, условный магазин, или шиномонтаж. В принципе, принципы могут быть похожи. Здесь мы на вход, особенно если это какое-то элитное жилье или какая-то организация хай-класса, которая требуется произвести впечатление, рекомендуем ставить домофоны нашего швейцарского производителя Миста. Они, конечно, подороже, но выглядят действительно изячно, да, и красиво. Ну и также вот на этой схеме, как видите на картинке, предполагается использование того же оборудования, о котором, в принципе, мы говорили выше, и видеонаблюдение, дек-трубки для персонала или для просто жильцов этого дома, SIP-телефоны от e-Link, IPRTS от e-Astar, ну и, конечно, не забываем про коммутаторы и AutoPayTag. Если Дмитрий хочет что-то здесь рассказать подробнее, мне кажется, все понятно. Тогда мы пойдем дальше и расскажем про решения для отелей. Мы часто подробно и много про эту тему говорим, выносим в отдельную презентацию, но здесь небольшой краткий обзор. Во-первых, отели требуют специализированных телефонов, которые и по своему внешнему виду, и по возможностям кастомизации, и по функционалу отличаются от обычных SIP-телефонов. Вот, например, так выглядит модель с экраном, Fanvil H5, но мы предлагаем разные модели для разного уровня гостиницы, то есть бюджетные, средние и более дорогие. Ну вот интересная особенность, еще у всех этих телефонов есть USB-порт для зарядки телефона, что действительно для состоятельства гостиниц бывает важно. Вот, говоря про возможности кастомизации, это одна из действительно важных аспектов для гостиниц, что лицевые панели можно заменить, написать там конкретную информацию про конкретную гостиницу, на каждой панели написать номер, в котором конкретно находится этот телефон, что удобно и приятно для постояльцев. Вот на модели с экраном, конечно, там кастомизация происходит через веб-интерфейс, там физические панели заменять не нужно. Вот здесь мы придумали отель IP-матика, но на этом месте может быть логотип и название любого другого отеля вашего заказчика. Бренд IP-матика, вот таким брендом мы тоже поставляем трубки и СИП-телефоны в России. Вот универсальные трубки, которые используются на самом деле много где, и в коммерческих организациях, в поликлиниках, в больницах, но основное, пожалуй, их применение это ванные комнаты в отелях, где нужно поставить отдельный трубки с функцией экстренного вызова ванной комнаты. Вот, пожалуйста, и они есть двух цветов, белые и черные. И отдельно необходимо сказать про Wi-Fi СИП-телефоны, также под брендом IP-матика. Они, соответственно, могут работать через Wi-Fi-сеть, которую вы также можете организовать на нашем оборудовании. Кстати, почитайте, у нас на сайте на этой неделе вышла большая статья про организацию Wi-Fi-сетей при использовании коммуникационной платформы TCE с в основной сетей. Еще у нас есть на Ютубе запись вебинара по строению Wi-Fi-сетей. Конечно, она работала без разрыва. Если нужны будут ссылки, да, обращайтесь, мы всегда рады поделиться информацией. Эта модель также кастомизуется по требованию отеля. Здесь интересно, что если это требуется, у нас был тоже такой проект, модель сама может работать как точка доступа Wi-Fi. Не нужно будет в номере ставить отдельную точку доступа. Это может делать, например, вот этот телефон. Конечно, в таком случае он подключается по кабелю. Про гигасет. Дмитрий уже говорил, действительно, в отелях эти трубки находят свое применение, сотрудники постоянно перемещаются, территория большая. Защищенные трубки здесь также важны, их можно уронить в воду, просто на пол, горничные охранники должны им пользоваться. И, кстати, в этой трубке есть фонарик, что тоже, как часто говорят в отелях, важно, например, для горничных и клинингового персонала. В основе сети в отелях мы рекомендуем коммуникационную платформу 3CX. И здесь немаловажный аспект это наличие модуля интеграции с всеми популярными мировыми PMS платформами. Property Management System это специализированная CRM-система, системы для управления отелями, такие как Fidelia, Opera и еще несколько известных производителей зарубежных и отечественных. Этот модуль в 3CX бесплатен, уже включен в функционал, так что любая гостиница может попробовать, потестировать и с успехом использовать 3CX на своем объекте и для сотрудников и для постояльцев. Здесь, кстати, интересная возможность для гостиниц, она важна, сэкономить, используя 3CX, потому что 3CX лицензирование идет по количеству одновременных вызовов, а не по количеству абонентов. То есть, если в гостинице, ну, например, 500 номеров, нам не нужно платить за 500 абонентов. Постояльцы обычно по телефону говорят мало и на 500 номеров, в которых могут жить люди, одновременных вызовов может хватить, ну, например, даже 32, действительно. И это позволяет сильно сэкономить бюджеты также в таком случае. Вот схема типового отеля, мы, конечно, сейчас не будем подробно рассматривать каждый прямоугольник на этом слайде, вы все презентации получите. Но, поверьте, не один час мы потратили на то, чтобы эту схему согласовать и все продумать. Да, здесь, наверное, самый интересный вывод получается на этом слайде. Мы посчитали, что для конечного заказчика средняя стоимость полностью коммуникационного проекта организации сети в гостинице на 50 номеров среднего класса, учитывая домофонию и сотрудников, и, собственно, покупку 3CX обходится в 15 тысяч долларов. Но, соответственно, вы, как наши партнеры, здесь тоже можете неплохо заработать. Другой типовой проект, более простой, IT-сеть хостела, где уже меньше требований, меньше оборудования, меньше обязательных требований для объекта. Здесь мы укладываемся в 2200 долларов в ценах, собственно, заказчика для полностью организации сети и с видеонаблюдением, и с видеорегистрацией, не забудем о сотрудниках, чтобы все, вся IT-инфраструктура идеально работала в хостеле. Еще один пример, схема для ресторана. Самое, что ни на есть, коммерческая недвижимость, которой надо зарабатывать, удовлетворять потребности постояльцев. Посетители, простите, здесь много своих аспектов. Также здесь мы рекомендуем использовать трубки от Гегасет для сотрудников, которые перемещаются, распорядители в зале, администраторов. Ну и вот выходит, что полностью обеспечит сеть среднего ресторана где-то 3500 долларов. Самое главное, в эти деньги включен шовный Wi-Fi на территории подложки ресторана. Действительно, в ресторанах это очень важно, там немножко смещаются акценты, там важен Wi-Fi, для всех посетителей важно видеонаблюдение во всех зонах, ну, конечно, кроме там раздевалок, условно говоря. Телефонная связь уже не настолько критично важна, но все равно в рестораны тоже звонят, как минимум, чтобы забронировать столик, узнать, будет ли сегодня какая-то трансляция спортивная или еще по каким-то причинам. Вот, наверное, на этой позитивной ноте потихоньку будем заканчивать. Мы постарались охватить разные аспекты коммерческой недвижимости, конечно, все и сразу. Охватить очень трудно, но надеюсь, что за эти 40 минут мы смогли какую-то полезную информацию вам дать. Может быть, у вас будут вопросы, если что, пишите в чате. Там был вопрос, я бы хотел вернуться, вопрос был про Bytec, вопрос был совершенно правильный, спасибо, что вы его задали, я, к сожалению, ошибся, и там действительно речь шла по точке доступа компании TGNET. Bytec заставляет коммутаторы. В данном случае вот эти вот точки доступа, сейчас я указочек покажу, вот эти вот точки доступа и контроллер, который управляет этими точками доступа, это вендор TGNET. Я оговорился, спасибо вам, что заметили. Вся информация есть на нашем сайте, но если что-то нужно, обращайтесь. Ну и, кстати, если хотите презентацию в формате PDF, вы ее прямо сейчас можете скачать из раздела документы, вот непосредственно в интерфейсе платформы, на которой мы проводим вебинар. Но в рассылках вы тоже ее получите. Так что там всегда у нас будет запись, не переживайте. Можно будет посмотреть. Мне кажется, надо попрощаться, спасибо, что пришли, что уделили время. Если будут вопросы, вы что-то вспомните, можно будет под записью на YouTube этот вопрос озвучить. Наш отдел Максим отслеживает появление таких вопросов и можем отвечать на интересующие вас вопросы. Отдельный привет тем, кто смотрел вас на Facebook. Всем всего доброго. Хорошего дня. Хорошего дня.